Супер дорогущий адвент календарь из Японии. О, Дера! Как это ставить? А, о, 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 а! Что это? Фух, да! Хух! Это же скотч! Я же не просто говорила, что у меня косметика отличная. Ну и, кстати, весит тоже немало. Смотрите, прикольно! Всем хай! А если быть точнее, то... Сегодня у нас с вами адвент календарь. Да не простой, а японский. Напрямую из Японии, из Гинзы. Гинзы, кстати, один из самых дорогих районов в Токио. Собственно, и календарь мне это вышел дорого, вышел больше, чем в 20 тысяч рублей. Руф! Что ж, давайте посмотрим вместе без длительных вступлений, что предлагает нам супер дорогущий адвент календарь из Японии. Сейчас, если смотреть на коробку визуально, то здесь можно наблюдать то, что здесь изображены основные здания Японии. Кстати, вот это вот здание, насколько я понимаю, Шосейда, которое должно быть, по идее, красным. Это Токио Скай 3. Нет, это такие, сказать, телебашни. Токио Скай 3, кстати, я тут не вижу. Вот это здание Шосейда. И я не понимаю, что я хотела вам рассказать, учитывая, что я сама ничего не знаю, что я вижу на этой картинке. Позер! Предлагаю посмотреть на коробес поближе. Такой вот он, конечно, очень фейс, и сразу видно, что ты держишь в руках богатства. Открываем. Внутри красная коробочка. Ребятки, показываю вам первыми, если я разберусь, как ее открывать. Господи, я уже подумала, что это набор для Дьюи, как у меня было с этим, с Катрисом. Но нет, это вот такой вот странный адвент календарь, в котором все номерки, это по башенкам. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что все номера, которые здесь есть, недостаточно в больших упаковках. Ну и, кстати, весит тоже немало. Так что, по идее, наверное, здесь будут нормальные продукты, а не какие-то супер-миниатюры. По традиции, я, конечно же, не стала смотреть ничего. И сейчас, когда моя коробка упала, я увидела на ней вот это. То есть, походу, мы с вами должны будем сейчас эту коробку собрать. Но зачем мне собирать эту коробку сейчас, если я могу собрать эту коробку потом, когда я буду еще отсюда все средства, красиво расставить, и будет у меня фэнси-карабель. Если кто хочет посмотреть, как это будет выглядеть в конце, смотрите до конца. И вообще смотрите до конца. Сегодня пойдем другим путем. Дело в том, что я не знала, что в этой коробке все так интересно, поэтому я взяла номер 23. С номера 23 мы и начнем. Считаю валидно. Итак, под номером 23 был гель для душа. Пахнет, как обыкновенный гель для душа за фикс прайси. Вернее сказать, из фикс прайса. Номер 23. Гель для душа. Называется гинза. Но нет, на гинзе пахнет иначе. Там пахнет деньгами. Я точно знаю, я там была несколько раз. Я даже там жила. Кстати, оцените сегодня, пожалуйста, мой корынш макияж. Представляете, я купила себе дорогущие курсы. Не скажу вам, от какой визажистки, но все ее знаете. И там, короче, вот учат делать повседневный макияж. Я же сделала, значит, повседневный макияж. Похожая, я даже не знаю, на кого я похожа, но точно не на себя. Единственное, что я оставила от себя, это стрелки. Но это, конечно, катастрофа. Не знаю, может быть, конечно, все не так плохо, но мне кажется, прям очень плохо. Это вообще не отсюда. Уходите-ка, или косметикс. Я считаю, что в таких скамадовое календаре из Японии Дракену будет самое место. Охраняй календарь, пока он не наполнится. Так, ставим нашу первую башню. Отлично, с кенчиком стоит хорошо. Ой. И номер один. Блин, о, как раз-таки здание Шосейда. Кстати, я же в Японии когда была, представляете, мы брали отель, и у нас был отель как раз-таки с видом на здание Шосейда. Оно прям очень красное. И я каждый вечер, когда сидела, я реально смотрела на это здание, и такая, блин, как красиво, как мне нравится. Но, кстати, с самого Шосейда мы не заходили. Открываю. Маска-скраб. Выглядит максимально неинтересно. Просто маска-скраб белая, обыкновенная. Я даже не знаю, что добавить про маску-скраб. Собираем домики. Кстати, у меня сегодня очень сильно болит. Нет, не грудь, а болит тупо сердце. Знаете, когда вот там что-то защемило. Я не знаю, возможно, я помираю. Если вдруг я помру во время этого видео, человек, который будет его выкладывать, да будет выложить это видео. Вот, оставь этот фрагмент, чтобы все знали. Потому что болит очень долго, и мне реально не очень ок. Но мы продолжаем снимать видосы, потому что мы такие. Если я доживу, то это будет здорово. Не обращать внимания, это я тут освочила косметику. Ну, нифига себе, я тут просто мистер четкость. Как это ставить? А, о, 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 а! Монтаж! Ладно, я поставила. Прикольно. Цифра 2. Цифра 2 выглядит следующим образом. Здесь у нас снова маленькое здание, ну, как маленькое, огромное японский небоскреб. И внутри, походу, декоративка какая-то. Что это? Короче, в коробке была коробка. И в коробке, которая была коробка, внутри находилась вот эта. Если кто-то знает, что это такое, то было бы хорошо, если бы мне сказали, потому что формально написано, что это контурный серум, но... Мое сердце чувствует именно от этого всего умирает. Очень странная вещь. Но пахнет приятно. Если кто-то знает, что это такое, то было бы хорошо, если бы мне сказали, потому что формально написано, что это контурный серум, но... Э-э-э-э-э... Вся моя надежда на то, что этот календарь будет хороший. И цифра номер 3. И снова отчающая пенка. Нет, на самом деле, я ни в коем случае не говорю то, что один календарь плохой, если там не будет декоративки. Просто, как понимаете, я-то... Все-таки знаю, что в Шоссе-де есть косметика, и она есть очень клевая, и у меня много косметики от Шоссе-де, и мне бы хотелось что-то еще большее в косметике. А тут пока только умывай, что хочется чего-то красного. Ну, номер 4. Так, боже, неужели косметика? Что это? Ну, это, короче, смягчатель. Не знаю, что такое смягчатель. У меня не было никогда продукта, который называется смягчатель. Но Шоссе-де это охраненная японская косметика, поэтому к ней вообще вопросов ноль, и если они пишут смягчатель, значит, смягчатель полезен. Цифра 5. Судя по тому, что оно кажется очень чем-то маленьким, там, снова какая-то мини-пиздря. Да, это мини-пиздря. Чего бы такое мини-пиздря бы и не было. А-о-о-о. Ну, это крем против морщин. Я не знаю, на самом деле, такого крема против морщин хватит для того, чтобы хотя бы их предотвратить, даже если тебе 5, потому что, кажется, объема недостаточно. Даже для пятилетнего. Ну, мне нечем сказать, кроме слова. Номер 6. Боже, страшно представить, что здесь в последнем цифре будет. Нет, это 9. Меня не обмануть. О, номер 6. Ну, смотрите, здесь здание хорошее. Это как раз-таки Токиская телебашня. Давайте глянем, что тут. Боже, неужели это косметика? Фух, да. Уф. Ох, мне сразу полегчало. Сердце все еще болит, конечно, или вот эта вот штука, я не знаю. Но это полибас косметоз, и это отличный их глаз с блестяшками. Блин, ну почему с блестяшками? Там же так много хороших продуктов. Ладно, я не буду мудить. Давайте, раз уж глаз с блестяшками, глаз с блестяшками попробуем. Да, я же не просто говорила, что у них косметика отличная. Цвет, конечно, не очень, но я думаю, они в первую очередь рассчитывали на свою уже целевую аудиторию. Я думаю, что для их целевой аудитории, а не для аудитории какого-то недоблогера из России, эта помада пришлась по вкусу. Не, ну в целом она хорошая. У нее приятный блеск, то есть он не выглядит кринжово, он в целом приятный оттенок имеет. Я думала, он вляжет на лицо более розовым, но нет, очень даже неплохо. А еще зацените, здесь какая упаковочка интересная. Там внутри красная пипка, и непонятно, какой достать. Но очевидно же, что там блос. Или не очевидно, что это? И походу это полная размерка, потому что здесь 10 миллилитров. Я начинаю потихонечку радоваться. Такие скатили башни. Короче, понятно. Видимо, чем более хайповое здание, тем более хайповое должно быть все. Но почему-то до номера 1 оказался какой-то дичью. Непонятно. Так, где у нас тут номер 5? О, Тракина, извините, придется повредить немножко. А вот у нас Токийская телебашня, номер 6. Она должна быть, наверное, здесь, где-то. Да, смотрите, прикольно. Они практически получаются в натуральную величину, но в плане у них есть соотношение в упаковочках. О, ребята, снимаем это видео. Параллельно вставлю вставки из Японии. И так хорошо, и так плохо. Одновременно, потому что хочется мне, конечно, туда. Следующий номер у нас 7. И под номером 7 скрывается вот такая вот красненькая, квадратненькая коробочка. Ценим. И в красненькой, квадратненькой коробочке голубое средство. И это очередной крем. В принципе, ничего интересного нету. Крем как крем. Буду их использовать, когда буду куда-нибудь ездить. Хотелось бы мне с собой положить их в Японию в чемодан. Но это пока непонятно, когда произойдет. Я, конечно, понимаю, что я очень многое хочу, но, может быть, тут есть палетка тени. Так, номер 8. Скотч. Да это не может быть скотчем. Нет, это скотч. Какого хрена в коробке за 20 с хреном тысяч? Скотч. Это не тейп для подтягивания чего-то. Подождите, мы сейчас его откроем. Что за чертовщина копы? Какой нахрен скотч? Я надеюсь, что у меня... Не понял, что это такое обзор. Но я очень злюсь за скотчем. Какой скотч? Нет, это еще хуже, чем всякие эти календари, елочные игрушки от Мака там и от других брендов. Я даже не могу его открыть. Ладно, видимо, скотч хороший, раз его трудно открыть. Сука. Нет, я просто до конца в это не верила, но это правда. Это не, понимаете, это не ироничный скотч. Скотч обыкновенный. Просто скотч с снежинками. Какое это вообще отношение имеет к Гинзе? Какое это отношение имеет к Шестейду? Какое отношение ты имеет к Японии? Это же скотч. Ладно бы тут хотя бы, я не знаю, скотч вот этого тейпа, да, для, там, ну, не знаю, убирания двойного века, для коррекции лица, вот эти вот всякие штуки из Азии. Ну, это обычный скотч для упаковывания подарков. Что за сюрра? Я все еще не верю, что здесь был скотч. Скотч это издевательство. Да не должен быть скотч в адвент календаре ни при каких обстоятельствах, хотя это не канцелярский адвент. Знаете, ребята, вы меня, конечно, можете не извинять, имеете на это полное право, ваше право будет валидное, буду его уважать. Но скотч это что-то вообще нет, 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 нет. Это я не готова принять. Все, у этого календаря я не знаю, что здесь должно быть, чтобы скотч переплюнулся. Да, это я все еще умираю, мне не величает. Девятый номер. Что, еще один скотч? Такое уже было. Что это? Ладно, это для ночи, это для дня. Разница есть. Номер 10. Какое-то большое прикольное здание. Выглядит вот так вот. Красиво. Открываем. Что здесь? Ладно, я сначала подумала, здесь будет открытка, я думала, сейчас у меня вообще задница просто угорит. Но нет, это матирующие салфетки и матирующие салфетки. Сколько штук? 10 штук. Но знаете, 10 матирующих салфеток это издевательство. Не должно быть в таком пафосном адвент календаре всего 10 матирующих салфеток. Учитывая, что матирующие салфетки это очень дешевая штука. Ну, давайте хоть одну супер дорогую матирующую салфетку попробуем, поэкспериментируем, так сказать. Он у меня как раз лоб подблескивает, я его сейчас уберу, а вы мне скажете, стал ли лучше, потому что если я буду следить за своим лицом не в объектив камеры, то у меня все время все кадры будут направлены сюда. Поэтому вы мне сами напишите, станет лучше или нет. В целом, да, если вы хотите посмотреть на мой жир, то он вот здесь. Номер 11, да, 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 да. Да, номер 11, сноу квадратик, я вам моля, пусть будет там не скотч. Ладно, это не скотч. Еще одна ночная спательная маска с юдзу. Ну, юдзу, это обычный вкус, сейчас попробуем, понюхаем. Ладно, это вкусно, мне нравится юдзу, это типа азиатский мандарин считается, такой цитрус. Очень приколдесно, это ладно, мне нравится, ставлю этому лукс. Номер 12. Пора бы что-то дать мне косметическое, но судя по тому, что я чувствую, там какая-нибудь маленькая шняшка. И снова супер-миниатюра. Ура! Супер-миниатюра, я так это бы хотелось. Ну, это хотя бы крем для глаз. Ладно, крем для глаз. Ох, крем для глаз. Мне напоминает, что цена этого адвент-календаря больше 20 тысяч рублей. Вы получаете вот это. Так, давайте снимем колпачок, короче. А, нет, он нам такой же носик. Короче, вот, продукт находится примерно вот в таком вот объеме. Вы понимаете, этот крем для глаз буквально на 3 сантиметра. Нет, на 2 сантиметра длиннее, чем мой ноготь. Как вот может на это реагировать? Я не знаю. I am not here. Well. Номер 13. Пожалуйста. Пусть там будет тушь или что-то типа того, потому что, ну, я, я, я отказываюсь верить, что в этом адвент-календаре ничего полезного не было. Там была тушь. Ну, мне много раз говорили, что я дева-лиса, конечно же. Но это реально тушь. Боже, меня аж, попустил, у меня аж слезы на голова выступили. Я сейчас буду плакать. Потому что я уже настолько сильно расстроилась в этом адвент-календаре, что я уже не верила, что здесь будет хоть что-то нормальное, кроме вот этой вот помады. После скотча, вот этих вот микро-маленьких писюх, ну, полноразмерную тушь найти. Очень достойно. Тоже, кстати, вроде неплохая. По-моему, у меня такая была, но это не точно, я могу путать. Завтра поэкспериментирую. Номер 14. По объему там уже не тушь. Ну, ты просто абьюзер какой, а? И здесь... Слушайте, я даже не хочу это открывать. Это очередная вот эта вот микро-маленькая писюха. Очередной ночной крем вот такого вот размера. Ну, честно, мне кажется, вам это тоже не так интересно, как мне. Давайте сразу дальше посмотрим, что там под номером 15 скрывается. Кстати, что-то увесистое. Блин, он сильно выглядит. Так, в коробке снова была коробка. Это крем. Только почему-то странно, другие кремы не были в дополнительной коробке, а это-то был. Мне кажется, что-то подозрительное. Крем сидел беливающий. По весу здесь 15 у нас получается миллилитров. А здесь сколько было? И здесь 15. Но это сильно тяжелее по объему. Интересно. Номер 16. Так, пожалуйста. 17-я цифра. Ты не должна меня подвести. Я слишком сильно люблю тебе 17, чтобы она меня подвела. Ну, увлажнялка. Со спеевкой. Могло быть и хуже. Грустно. 18. Кстати, здесь что-то увесит, а возможно еще одна помада. На удивление, но кажется, здесь норм продукт будет. Так, что это у нас? Ну, здесь у нас что-то интересное, ребята. Это духи. Не ожидала. Я даже знала, что сейчас есть духи. Духи выглядят вот так вот. И, судя по названию, там должен быть кружочек. И у них действительно есть кружочек. Ну, пак-то не самое, как у всех остальных косметик. Что ж, нанесем? Не могу сказать, что я фанат этого запаха. Хотя, знаете, на коже раскрылся интереснее. И он такой прям пудрово-розовый, что ли. Ладно, неплохой запах. Пахнет деньгами, пахнет богатством. Пахнет богатством, это приятно. Далее, номер 19. Кажись, номер 19, знаете, что-то тоже хорошее, потому что уж очень он увесистый. Так, что это у нас тут? А, это у нас Makeup Remover. Ну, ладно. Средство отдельное для снятия макияжа губ и глаз, это прям супер. Потому что у меня отдельных средств нет. То есть, я всегда пользуюсь гидрофилкой. Возможно, я пересмотрю для себя свои какие-то моменты со снятием макияжа, ибо такой шняги у меня нет. Когда-то, конечно, она была, но в целом ей не пользуюсь. Надеюсь, что буду. Так, дорогие друзья, следующая цифра... Цифра 20. Ну, у меня, на самом деле, достаточно нехорошее предположение, несмотря на то, что она большая. Я-то изначально думала, что там будут тени, но она уж очень легкая. Поэтому, вот честно, не удивлюсь, если там что-то будет какая-нибудь наклейка. Маска патчи под глаза. Одна штучка. Ну, ну, вот просто зачем? Ну, это прям плохо. Ну, ну, прям плохо. Ты покупаешь этот адвент. Ты такой весь люкс-пахосный. Выглядит он так потрясающе. У тебя скотч, писюльки, блин, маска. Ну, что за кое? 21 номер. И опять он суперлегкий. Ну, стопроц опять какая-нибудь дичь будет. Ну, ребят, ну, я устала. Я даже не хочу это открывать. 22 номер. Опять легкий. Здесь что, крем побольше? Нет. Подождите, ладно. Ладно, ладно, это подводка. Подводка-то хорошо. Сейчас, погодите. Дайте мне открыть. Синяя. Знаете, не буду жаловаться на то, что подводка синяя. Вау! Учитывая, как хорошо она рисует. Смотрите, как красиво. Я даже сейчас ей глаза подкрашу. Потому что это прям выглядит достаточно секси. Ну, да. Я не очень люблю такую технику макияжа. Но так как у меня сегодня макияж буквально не тот, который я сама в себе сделала, то я считаю, что это достаточно валидное дополнение. Ну, по цвету, думаю, видите сами. По сводче, я думаю, видите сами. Отличный каял. Кстати, вот у Шосейда реально из люкса, наверное, одни из самых лучших каялов. Я помню, еще давно-давно, когда я покупалась, когда еще не была блогером, убирала себе каял, я убирала всегда Шосейда. И мне он прям очень нравился. Тогда я сейчас загонялась по люксу, в отличие от того, что сейчас происходит. Поэтому, если вы тоже загоняетесь по люксу, вот рекомендую вам обратить внимание именно Шосейда. Еще здесь есть точилочка с обратной стороны. Так что вот это вот, наверное, реально хороший продукт, которым я довольна в этой коробке. Прям кайф. И, собственно, номер 23 у нас уже был. Здесь стоит номер 24. Сразу скажу, большой, тяжелый. Я бы сказала, что здесь, наверное, какие-то духи. Но давайте посмотрим. Я покажу вам первым, что там находится. А, я знаю, что там находится. Это такая красная штукенция, да, странной формы. Да, это красная штукенция странной формы. Это красная штукенция странной формы. Их концентрат. Я не помню, что конкретно он делает, но этот продукт считается одним самым классом. Моя мама его постоянно юзает. Я считаю, что для моей мамы идеально будет подверг в кастрорке. Не то, что я ей на ногу подарю, но я ей просто это повезу. Она будет очень рада. Давайте посмотрим на коробку, как все получилось. О, нет, я порвала календарь. Черт. Вот отстой. Я его порвала, ребят. Я не поняла, как ставить эту штуку и порвала, блин, календарь. Сука. Волшебным образом появляется цифра 22. Ну, собственно, вот так вот адвент-календарь выглядит. Конечно же, он выглядит очень круто. Тут ничего не скажешь. Но вопрос в том, насколько это круто вообще нужно, учитывая, что он бесполезен. А это уже совсем другая история. От 1 до 10 я ставлю этому календарю 2. Только за вот эту красоту. Все остальное в целом было плохо. А 3 косметических средства на огромное количество тестеров за 20 гривен тысяч рублей, это прям смешно даже. Проскочь. Молчу. Очень тяжелый пакет. Очень много всего. Приятно, когда покупаешь вещь за 80 рублей, а все думают, что она стоит 90. Бесконечно я доставала эти пакеты. Я доставала пакет, а в нем был пакет. Надеваем носок на руку. Я уже ничего не жду. Нет, это просто невозможно. Я вообще не понимаю, это создано на человеческую особь? Или на какую? А, вот это типа вместо груди? Почему? Но я безумно сильно в разочаровании. Продолжение следует...